В Краснофлотском районном суде за покушение на убийство незнакомого ей человека получила срок 41-летняя горожанка. Женщина дважды ударила ножом в грудь человека, с которым в одной компании отмечала день рождения общего знакомого. Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 мая 2020 года возле продуктового магазина на улице Убаревича у остановки Универсам. Изначально компания праздновала именины в гаражах, а потом все сместились к магазину и пили пиво возле него. Будущий потерпевший формовщик завода железобетонных шпал присоединился к пиршеству со своим коллегой около двух часов ночи после закончившейся за полночь рабочей смены. Во время беседы между незнакомой женщиной и его товарищем произошел конфликт. Поругавшись с мужчиной, горожанка ушла домой из-за носового кровотечения. Через некоторое время она вернулась, прихватив нож. Однако обидчика уже не было, он ушел. Пообщавшись с оставшимися, горожанка нашла новую жертву. Она начала ссориться с коллегой ушедшего мужчины. Женщина отвела его за угол и нанесла ему два удара ножом в грудь, повредив легкое и сердце. После этого она ушла к себе домой. Когда дело дошло до суда, потерпевший говорил, похоже, он получил удары, адресованные не ему. В ходе судебного разбирательства потерпевший пояснил, что какого-либо конфликта у него с подсудимой не происходило. Полагает, что, возможно, она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перепутала его с его другом, с которым до этого у нее возникла ссора. Подсудимая признала вину частично, сказав, что взяла нож исключительно для самообороны. Убивать она якобы никого не хотела, лишь проучить и сделать больно. В последнем слове она раскаялась и говорила, что судить ее надо по другой статье, поскольку жертва выжила. Садейно мне очень раскаиваюсь, очень сожалею об этом. Конечно, уже время назад не верну. Я бы хотела, чтобы вы вынесли справедливое решение в отношении меня. Я все-таки хочу переквалифицировать, чтобы вы переквалифицировали на 111 часть второй пункции. Это не первое преступление в жизни уроженки Читинской области. В 2006 году под Иркутском она была осуждена за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека. Ей назначили наказание в виде пяти лет колонии, но дали отсрочку до тех пор, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Это случилось в 2009 году. Фигурантку отправили за решетку. Из колонии она освободилась уже в 2012-м условно-досрочно. В этот раз ей назначили три года, десять месяцев лишения свободы. Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима. С места происшествия Константин Ковешников, Анастасия Манина и Андрей Алферов. Субтитры создавал DimaTorzok